Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралипоменон или книги Хроник летописей. И сегодня мы будем читать одиннадцатую главу, в которой продолжается рассказ о царствовании Раваама, того самого непутевого Раваама, который отверг совет старцев и окружил себя молодыми советниками. И мы читаем. «И прибыл Раваам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Равааму». То есть он решил вернуть всех тех израильтян, которые отделились от него по его же глупости. «И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано, скажи Равааму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему Израилю в колене Иудинам и Вениаминовым», то есть два колена остались с Раваамом, еще Левиты остались, «так говорит Господь, не ходите, не начинайте войны с братьями вашими, возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это, а не послушались слов Господних и возвратились из похода против Ирвама». Здесь мы видим то, что Ирвам хочет вернуть эти колена, как и у нас в стране многие мечтают, чтобы и Украина, и Белоруссия, и вообще все, что мы имели в рамках империи, все бы вернулось к нам. Но империи так просто не распадаются без Божьего попущения за грехи, которые мы совершаем. И когда Раваам собрался воевать, Господь его останавливает, он как бы говорит, а с кем ты собрался воевать-то? С единоверными? С братьями и сестрами по крови? Они такие же потомки Авраама, Исаака и Якова, как и ты. Они верят в того же единого Бога, как и ты. На кого ты поднимаешь свою гордую выю? А помнись, ну сократилось твое государство невероятным образом. Довольствуйся тем, что ты имеешь. Ты сам виноват в том, что произошло. Господь не допускает таким образом, чтобы началась гражданская война, ибо у дьявола нет больше забавы, как сталкивать единокровных, единоверных друг с другом. И всякий, кто подбрасывает в этот огонь горючие какие-то материалы, стоили с другой стороны, это безумец. Бог не допускает такого, он против такого. Да, они отделились. Это их решение, их воля. Теперь они будут жить самостоятельно. А ты куда собрался? С армией своей лезть. И о Слово Господне все-таки послушались и возвратились из похода против Ирваама, потому что пророк Божий, Самей, Человек Божий, как он здесь называется, все это рассказал, и царь об этом узнал. Ирваам начинает строить крепости. Ирваам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами, то есть царство разделилось, не ты, если нападешь на них, а они могут прийти и напасть на тебя. Ирваам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами, он укрепил Вифлеем и Ифам и Фикою, и Вевцур, и Сохо, и Отдолам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лохис, и Азеку, и Цору, и Аи-Алон, и Хеврон, находившиеся в колене Юдином и Вениаминова. И утвердил он крепости Сии и устроил в них начальников хранилища для хлеба, то есть такие элеваторы, деревянного масла и вина, и дал в каждый город щиты и копия, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним и Юда, и Вениамин. То есть те наделы, которые Бог предназначил для этих колен. Кстати, все священники и левиты уходят в Иудею, каким бы ни был ни путевым рва, в духовном смысле все-таки он был ближе к Богу, у него был храм, то есть каноническая территория Бога, скажем так, и все священники покидают Израиль, то есть отделившиеся часть народа, значительную часть, и идут к Иерусалиму. Тринадцатый стих. «И священники и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов, ибо оставили левиты свои городские предместия и свои владения, и пришли в Иудею, в Иерусалим, так как оставил их Иерваам и сыновья его от священства Господня. То есть Иерваам отстранил их от священства Господня, он вообще создал неканоническую церковь, Иерваам. Он собрал каких-то проходимцев и их объявил священниками. И тогда истинные священники уходят куда? Они уходят к Иервааму в Иерусалим, чтобы служить в храме, то есть на канонической территории Бога. А действия Иерваама, сына Наватого, были неправильные. И поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал. То есть они поклонялись козлам, тельцам. И за ними, из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертву Господу Богу отцов своих. То есть так как священники ушли, вот те верные Богу, которые жили на территории раскольников, этого неканонического духовенства, они стали приходить в Иерусалим, чтобы молиться все-таки на канонической территории Бога. И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Иерваама, сына Соломонова, три года, потому что ходили путем Давида и Соломона все три года. То есть люди оставляют Иерваама, сына Наватого, и уходят в царство Иерваама, сына Соломонова. Потому что там храм, там левиты, там каноническая территория Бога. А грех Иерваама заключается в том, об этом очень подробно говорится в книгах царей, что он ставил священников, тех, кого нельзя было ставить священниками. То есть создал свою такую ручную церковь под самого себя, лжецерковь. Далее рассказывается о женах и детях Иерваама. «И взял себе рвам в жену Махалаву, дочь Иерамофа, сына Давидова, и Ави Хаил, дочь Илеафа, сына Иесеева». И так далее. Тут переселяются его жены. Тут интересен для нас 23 стих. «И действовал благоразумно и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуда и Вениамина во все укрепленные города и дал им содержание большое и приискал много жен». В чем благоразумие? То есть он с доверием относится к своим детям, и он ставит их на должности. Вот в советское время как бы осуждалось, когда человек, который занимает какую-то позицию, он своих детей привлекает к совершению своего служения. Но Библия говорит, что ничего плохого в этом нет. У нас это называют кумовством, когда там родственников привлекают к какой-то работе. А на самом деле это разумно. На кого же опираться, если не на сыновей, царевичей? И в этом смысле рвам действуют разумно. То, что он их переженил, это тоже разумно. А то, что он дал им много жен, это неразумно. Поэтому, когда говорим о таком человеке, как рвам, мы можем отделить его разумные действия от неразумных. Но какой бы он ни был, он потомок Давида, и он обладает Иерусалимом и на его территории храма Бога. То есть это вполне каноническая территория Бога, в отличие от неканонического духовенства Иерваама сына Наватова и в отличие от того духа почитания Золотого Тельца, когда национальные идеи они объявили обогащение и забыли об идеалах храма. И мы знаем, что Иерваам сын Наватов, он даже ставил засады для людей, которые с его территории отправлялись на праздники. Положено три раза в год мужскому населению приходить в Иерусалимский храм, их там перехватывали. Неканонические вот эти священники, лжесвященники. Вот такая у него бестовская ревность была. Иерусалимский храм.